Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, к сожалению, перепутал я наше противостояние Да, прошу прощения, ребята, болельщики синего коллектива Конечно же, Golden Squad Не мог я вас не перепутать Ну, а все, теперь я исправлюсь Итак, другим результатом Revolution обыгрывают фейсов Вавилон без шансов от игры Обыгрывают Penguins С счетом 3-0 Loyals расправились с Чикаго Этернисе на предыдущей трансляции Выиграли в ГГИЗе Кстати, я играл за Этернис Immortals одолели у нас Black & White Кабанчик и Invincible Все это со счетом 3-0 I don't know, на мой взгляд, сенсационно победили Арбян со счетом 2-1 по раундам Ну, а последнее противостояние 1-8 финала Golden Squad против перцев Сейчас прямо на ваших экранах Ну, вот синие как-то подсобрались После довольно провального старта Середину проводят они Очень и очень неудачно Видим мы Ревелирующее количество точек Под контролем данного коллектива И, как следствие, уже 9-14 Счет у нас на табло Потеряли перцы свою Изначально стальную хвостку У нас появляется Заместо вулкана Слава богу Команды услышали меня Во всяком случае, хотя бы одна команда Ну, действительно Вы посмотрите на аффентифона Он, конечно, дамажит эту Изиду Но, прошу заметить, что она без резиста от вулкана И этот урон крайне-крайне ничтожен Он, скорее, больше получает урон От возгорания собственной пушки Чем наносить его в ответ У нас нешуточная борьба развернулась За точку B Сразу два корпуса Пытаются вытолкнуть оттуда 1500 Тот, конечно, проигрывает Пока что, во всяком случае, в захвате точки Но его напарник на релизе К нему сейчас присоединяется Я думаю, что с немцами Они должны расправляться Хотя нет, у последнего есть аптека И, смотри, не добивает он Не добивает он 1500-го Но он все-таки смог справиться с обоими И точка B будет за команда перца Просто У нас не упало в минус Это будет довольно эффектная картина И точка C за командой экспедов Вновь Огромное количество сил перцев Концентрируется на центральной части карты Оно ему не мудрено Ведь там Расположились сразу три точки Опрометчиво Покинули ребята из красного точку A И, как следствие, не заберут они ни точку A Ни центр И вновь четыре точки под контролем у синих Мне пока что не нравится Как Отыгрывают перцы А я напоминаю, что перцы у нас сейчас стабильно закрепились В топ-8 Актуально Центрального рейтинга клана Точку D также теряет у нас сейчас красный коллектив Борьба за центральную точку A Ведется только со стороны одного Стаса Семенова Но там две едиты, которые Прекрасно отрабатывают друг по другу И отхиливают Не оставляя шансов Стаса Семенова На баллонной пушке На захватке A Вновь огромная сила перцев Засредоточены у нас на центре Модес также в соло пытается отобрать точку D Но его оттуда уже выкинули Четыре в два ведется борьба на центральном коридоре Но все фланги параллельно Проиграли у нас перцы Хотя вот смотри на C Ведется какая-то борьба Но там фриз Фриз против рельсы У обоих нету резиста друг от друга Но это не помешало хиру закрутить Но нет и зитка и зитка внезапно врывается А ты зитки кстати есть у хиру резист Но это ему не поможет Так же будет за golden squad В принципе в принципе смотри счет примерно равный за две минуты до конца А как мы знаем что точки это такой формат Где именно последние две минуты все и решают Сейчас посмотрим что кланы заготовили Я знаю что многие коллективы Именно непосредственно за две минуты до конца Начинают свои переодевания Возможно такие же ротации состава мы увидим Прямо сейчас и в исполнении обоих коллективов Но пока что минуту 46 Видишь ли ты изменения? Я вижу рикошет по моему его изначально не было Но этот рикошет слишком рано провел У нас появляется А был по моему на рикошете Да возможно не буду я с тобой сейчас спорить Но пока что перс выглядит довольно бодрый Хир выдает шикарнейшую рельсу Прошив бездашного танка И вот сейчас Рафаэло делает грамотное решение Прекращает он борьбу за точку А И выдвигается к сопернику в тылы на точечку Д Тот же ход провернули у нас и golden squad В три корпуса за прав точку Е сейчас точка А Абсолютно пустая туда уже устремился Рафаэло Но у него кончается дашка И так у нас минута до конца Вся зарубы начинается прямо сейчас Даш шоколад заберет свою точку Д Но афентив он уже скрутил точку А И у него был собственно рим комплект А также рим комплект его падает прямо с неба Но он не успевает гром и молот отрабатывает хорошо Но молот к сожалению не смог забрать аптеку Огромным действительно золотым складом Мы стремились у нас на центр Синий коллектив Забирают не одну точку за другой Но будет сейчас терять точку Д Джойс может ли выдать по немцу Нет стреляет он совершенно не туда С будет потеряно Б на фланге также потеряно И будет борьба за точку А 21-22 Еще за 20 секунд до конца Довольно напряженно Смотри на Б выдвигаются два игрока синего коллектива Стаса Семенова на аптеке пока что живет Абсолютно все точки на секунду были за перцами И 22-27 секунд до конца И три точки для синих Неужели это будет ничья? Должна скрутиться Две, одна Нет Как она не скрутилась то? С разрывом в одну точку побеждает у нас перцы Но действительно они были на волоске от ничьи Казалось бы В середине первого раунда Golden Squad смогли нащупать свою игру И даже вышли ненадолго вперед Но концовка действительно была неплохая Перцы реабилитировались Отыграли все свое Отыграли все свое отставание И в шикарнейшей концовке раунда На одну точку Но все же опередили У моего коллеги сейчас небольшие технические проблемы Поэтому скорее всего отключится И эту трансляцию Пока что я буду продолжать в одиночку Но я даю надежды Что ко мне присоединится Мой другой коллега Red Pepper Будем все вместе ждать его появления Да я уже тут О, привет Ваня Ну как тебе первый раунд в исполнении коллектива? Ну видишь, как оказалось Все таки могут дать бой команды Вот это вот Golden Squad Как я понимаю Golden Squad Golden Squad Да, все таки Но мне казалось Что Перцы должны без особых трудов побеждать Но вообще какой-то день Выдался интересный И все фавориты, на которых я ставил Они проиграли Ну или почти все Ну кроме Вавилонов и Талинти Ну Лоялс Выиграли Чикаго Я на самом деле не хотел этого Потому что мы играли против Лоялс Они действительно Они плохие Играли они, к слову Тоже на парме И с довольно Ну не то чтобы Очень уверенным перевесом Но все равно Обыграли они Своих более именитых оппонентов Хотя Смотри В Лоялс это несколько чемпионов У нас Там и Джон Там и Роликс Вся элита Хардовая Синерджи Ну и есть конечно же Несколько игроков Которых я вообще не знаю Тем не менее Моему коллективу Предстоит встреча Именно с данной командой Мы с Джоном играли Несколько раз Но посмотрим Чем все это закончится У нас Тем временем Секунда До начала раунда Делиты уже произошли И посмотрим за началом Ну вообще Лоялс отличная команда Там и Голдтанк Также играет Поэтому состав у них Крепкий Но в любом случае Немножко конечно Удивительно Твинцов мы так и не видим Но видим Модеста на шафте Он был в первом раунде Модеста на шафта У нас вообще не было Ни с одной Ни с другой стороны И смотри Шоколад Най Появляется На Твинце И уже демонстрирует Все прелести этой пушки На Б Отыгрывая против двоих оппонентов Устремился он сейчас На С на флаг Стас Семеновый Кстати Сменила Изиду на фриз И подобрал еще Шоколад аптечку Прекрасно Отыгрывает данный игрок И только рельса Хир отправляет его На рельс Правда с собой Он как я уже говорил Забрал троих игроков Сейчас Хир не столь точен Как в прошлый раз И аптеку у него Не получилось Отконтролить А вот это уже провал Сейчас Д точка Так же будет гореть Для синего коллектива Точка Б также захвачена А вот на точке С смогут еще побороться У нас перцы Ну вообще вот Из-за этого шафта Как мне кажется Они потеряли сейчас Четыре точки Они вот просто Не могут Навязать борьбу В центре карты С своим противником На самом деле Шафт топовый Мыс Нам нравится Использовать шафт Ну шафт хорош Когда его умеют использовать А да Действительно В умелых руках Он творит чудеса А вот пулемет Мне абсолютно не нравится Смотри как он просто ласкает Сейчас Джо Ну это никуда не годится Тем более Пулемет Я же говорил что Пулемет это вообще Юзлис пушка на точках Она мне совершенно не устраивает Я еще понимаю Когда против нее нет резистов Но даже когда Против нее нет резистов Она не носит Тот дамаг Который должна носить Безусловно Тем более В ближнем бою Пулемет Крайне неповоротлив Его может закрутить Буквально любой И сейчас Джо Отлично стреляет По модесту Вовремя сбивая Ему прицел И позволяет тем самым Законтролить точку D Для своей команды Смотри Golden Squad Они то обозлились На своего оппонента И сейчас Пытаются доказать Что начало прошлого раунда Это всего лишь Жалкая случайность И на самом деле Они тут фавориты Ну они неплохо играют Я думаю Что если они дошли До 1 восьмой Значит они что-то умеют Разве не так? Да Действительно Среди дошедших До 1 восьмой Как ни странно Нету игроков Которые там Попросили ТП Или еще что-то похожее Ну вот сейчас Натяжи Оффентифон Ну ладно Это не проблема Оффентифона Это проблема пулемета Я думаю что К проблемам данной пушки Мы не будем Больше возвращаться Пусть это остается На совести перцев Ну вот вообще Я думаю Главная проблема Перцев в том Что они используют 2 огнемета Ну Карта Карта большая И ты Пока едешь на своем Огнемете Ты не можешь там Можить своих противников Или помочь На какой-то точке Которые вдалеке Также не можешь На самом деле Продув не так уж и плохо На данной карте Тем более в силу Отсутствия резистов Я вот сейчас нажал На буковку R И не наблюдаю Ни одного резиста От огнемета А у перцев А целых два Продув неплохо Показывает себя На центре карты Правда Фриз на мой взгляд Выглядит Немножечко более Предпочтительным Все таки он Замораживает оппонентов Но огнемет Тоже неплох За счет своего нового Устройства С очень сильным дамагом Видимо Расчет на данную пушку Ставят перцы И пока что центр А именно ДА Под их контролем Ну вот Модест Рикошет надел Снял он шафт Это правильное решение Мне кажется Ну видишь Не пошло у данного игрока У нас На этой снайперской пушке Возможно Он попытает удачу В следующий раз А пока что Знаешь Очень странный резист Правда На нем у него Лев ТА Это Жига Твинс Молот Действительно Непонятный резист Потому что Насколько я могу судить И Жига И Твинс Отсутствуют У его оппонентов Ну Твинс есть Один на фланге Да Но как бы Жиги Молот А вот его К примеру Сейчас разобрали рельсы Но молота Также нет У красных Его просто сейчас Две рельсы разобрало На центре Поэтому Очень странный Модуль На нем Но тем не менее Перцы Показывают неплохую игру Контролируя все пять точек На карте Это довольно внезапный На мой взгляд Поворот Даже с огнеметом Но теперь правда Без шафта Умудряются Перцы Держаться наравне И даже лидировать Уже К слову В два раза Ну потому что они молодцы Они не только молодцы Они сняли шафт И они одели два продума На центр Эти два продума Позволяют Полноценно Бороться За центральные точки На карте Кстати сейчас немец Неплохо Сбил Джо рельсу И вот смотри Стас Семеновы Врывается Жгет сразу Двоих И неплохо Ну сейчас правда У нас совершенно зеркальная ситуация На карте С 3spa Собрались у нас Golden Squad И отдефили все точки Которые были забраны И нивелировали Все преимущества Которые получили Перцы Счет у нас Даже становится 10-9 Вот так вот Быстро Меняется Расстановка сил На карте Действительно Неплохо Это не то что мы привыкли Видеть на флагах Ну тут хотя бы Комбэк Механика Налажена хорошо В отличие от Флагов Как ты правильно сказал Потому что Ну там встало 12 человек Вдф на флагштаб Если учесть Нарко бои какие-то И все Ну действительно Комбэк Механика присутствует Но порой она Очень и очень не ясна Мне вот например В прошлом раунде Около 7-8 секунд Контролировали Golden Squad Три точки Но это Одна Несчастная Один несчастный пунктик Им не тикнул И поэтому они проиграли Один тестер Год назад Мне рассказывал Формулу Которую Олег придумал Для этих точек Но я ее К сожалению забыл Да и тогда я ее Не сильно понял Слишком мудреная была Там Насколько я помню Чтобы одна точка захватилась Должно пройти 7 или 8 секунд Как-то так Ну в общем Сложная формула Ну что ж Ладно Посмотрим Посмотрим Что у нас будет Под конец раунда Не устаем поговорить Что именно Концовки Противостояния Самые зрелищные И самые важные Не важно Как ты играешь Первую половину Если это конечно не разгромный счет Типа 60 на 20 Хотя я думаю Что и 60 на 20 Игревая Давай пройдемся по резистам Мне нравится Мне абсолютно резисты У некоторых игроков Golden Squad Например Я вижу Кодиак От Твинца Рельса Грома Нет Твинца Ни Грома Нет у нас У оппонентов Вижу я Смока Твинца Рельса У шоколада Есть ли смока А смока есть немец Ладно Это простительно А вот у Джо У Джо Тина Как тебе выбор Тины? А кстати немец Уже не на смоке Ну у Тина Нормально Есть рикошет У противника Есть рельса Вполне себе неплохие резисты 50-30% Почему бы и нет? Меня вот больше Ну хотя ты прав В основном Ну подожди Она же рельса на фланге Она с рикошетами Редко встречается Ну Ну Да Да Конечно Но от рельса там тоже неплохой резист Если нет новых модулей К примеру То почему бы не использовать? Ну ладно Тин Тина окей Соглашусь я с тобой В этом моменте Буду солидарен Но Ну ладно Это на выбор игроков У нас остается немец Вот смотри Играет вообще Смока гром Пулемет Ну вот я пулемета не вижу Я и грома не вижу Нет Гром А нет Гром есть у красных А и смока есть Ну видишь тоже хороший резист Ну смока действительно недавно появилась Ну у некоторых конечно странные где-то резисты Просто они в основном не переодеваются Вот что я замечаю Так это вот То что коллективы редко переодеваются У нас Ну ладно у нас минута до конца Хочешь ее себе забрать? Нет Я слишком пассивно Ладно Тогда врываюсь я Пять точек сейчас под контролем У перцев А Теряют постепенно Игроки Но Нет А Перцы не теряют 50 секунд И пять точек Пока что абсолютная доминация Смогут ли Смогут ли отыграться У нас Игроки Голденсквода Джо Контролирует аптечку На цену Там Рафаэлла У Рафаэлла Блаз Был собственный ремкомплект И точку С без боя Он не отдаст Точку Б уже захватил Голденсквад И устремил свои силы На точку А Где их поджидает Модест и Оффентифон А также Стас Семенов Возвращается с Респа Три точки под контролем Перцев И вряд ли Преимущество В 10 Точка Пунктов Смогут Отыграть у нас Сейчас Голденсквад И второй раунд К ряду уходит В копилку коллектива Перцы И слушай Если так пойдет игра И в дальнейшем То Перцы рискуют Победить у нас Досрочно И выйти в следующий этап Со счетом 3-0 по раундам Действительно Абсолютная доминация Под конец раунда Дает о себе знать Ну Они кстати Будут выходить На тех ребят Которые выиграли Арменинс По моим Ощущениям Арменинс Это были одни Из фаворитов Турнира Которые должны были Выйти в финал Безусловно Ну а теперь В нижней части Сетки остаются У нас Имморталс Кабанчики Кабанчики Да Нельзя списывать С счетов Ну и конечно Перцы Возможно Смогут Собраться Подфармить Немножечко Кристалликов Сблицов Подкупить себе Гараж И собственно Отыграть На должном уровне Ну я вот так Смотрю Примерно равная Сетка Что нижняя Что верхняя И там есть Сильные команды И там Думаю что будут Интересные бои Жалко мы не все Вам сможем показать Выберем какие-то Самые интересные К примеру Имморталс Кабанчики Вавилон Революшн Будет очень два интересных противостояния Да Как ты уже верно Подметил Все абсолютно Противостояния У нас интересные Но Вавилон Революшн И Морталс Кабанчики Действительно Будет на что посмотреть А ты не заметил Что играет У нас Игрок С тремя звездами В составе Golden Squad Да Да Он кстати Вот тот первый раунд Который не засчитался Он и сейчас Играет на Дикогроме Но он Не играл Как я понимаю Второй раунд Я его не видел вроде как На кальче Нет Дикогром присутствовал Я не уверен в исполнении Данного игрока Но абсолютно точно Данное сочетание Все у нас присутствовало Но скорее всего Это был именно он Четыре секунды У нас до Долита Команды Снова сейчас Ринутся в бой На потеху вам Нашим уважаемым зрителям Напоминаю Что в конце Данной трансляции Как и любой другой Вот оператор СТО Вас ждут розыгрыши Розыгрыши Кристаллов Голдоприпасов И собственно Это все Что мы придумали А завтра у нас Между прочим Блиц Лайт Барда Если я конечно Не перепутал Дни и даты Ой И еще Судья киберспорта Называется Ну ладно Давай мы Немножечко Отодвинемся От темы Блицов На хотя бы На точках И прокомментируем Начало раунда Да Начало раунда Как всегда За Golden Squad Ну Такое Ну Я бы Оспорил Твои слова По поводу Начало раунда Выигрывают Golden Squad Действительно Буквально Пару мгновений Могло показаться Что Golden Squad Лидирует Но Начально Начально Эти точки И упорно Эти игроки Продолжают Вулкан Вот это мне не нравится Кстати Насколько я могу судить Отказались Перцы у нас От второго тяжа Во всяком случае Немец Его убрал Ну Может Тут даже Два тяжа И не нужно В принципе Ну а просто Зачем К тому Вообще Перцы конечно Очень странно Они используют Тяжелый корпус Они его отправляют Чтоб он захватывал Боковые точки Это совсем странно Ну как Видимо Расчет идет на то Что Вулкан Захватив боковую точку Будет поливать Просто неистовым уроном Все Что находится в центре Да Этого не происходит Но Защиту Offensive Mode Он неплохо Отрабатывает И на центре Когда его команде Требуется помощь Ну вот так не работает Как ты сказал Еще во времена Старого Турнира Которые не надо называть Диора Я также ставил На Мамонта Вулкан На этой карте И посылал его На боковые точки Так вот он очень сильно Ругался и сказал Что страта не работает Ну действительно Я сомневаюсь Что она у Перцев работает Потому что Offensive Mode идет 0.5 С 30 очками Ну видишь Упорно продолжают Использовать у нас Вулкан коллектив Перцы Видимо Рассчитывают они На данную пушку Или у Offensive Mode Просто нет Комфортной для него Альтернативы В любом случае Перцы уже Забрали в свою копилку Два раунда Буквально 7 минут Отделяет их От третьего раунда Но начало Как обычно Довольно равное Счет на табло 1-2 Спустя 3 минуты Ну комфортный Ну как Контра Я напоминаю Я напоминаю Контра Огнемета Огнемета Ну лучше Лучше Страйкер Ну ты посмотри Комфортный Зевс 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 Довольно хорошо джигариса twins на мой взгляд является одним из самых отличительных резистов на данной карте который к слову посоветовал мне один знакомый игрок под ником порт благодарю я его за это и передаю привет если она смотрит конечно а он нас может быть уверен смотри был бы сейчас для голдов это на на мы видим 2 молота у ребят из перцев мы видим две жиги и видим рикошет и получается надо контрить 5 пушек ну не контрит рису конечно и и чё-то еще от венц небольшое пролагивание у меня сейчас было на карте было ли она и у тебя тоже да конечно господи свершилось афинсифон сменил пулемет ты посмотри отдел он twins не вот это радикальные перемены в составе перцев там лучше перезашел и смотри после того как он перезашел прошло две минуты он уже больше на право очков чем за предыдущие 6 я неплохой результат да действительно и винт сейчас будет показывать всю мощь а выливая эти плазменные зеленые шарики на центр карты а правда сейчас столкнулся он с тремя игроками на точке е 2 из которых являются езидами и перебить двух езид крайне тяжело вот сейчас немец выходил на пару минут и в итоге перцы потеряли три точки даже 4 потому что . цене почему контролем а это плохо но это как мы все с вами знаем и ровным счетом ничего не значит все решится в лучших традициях точках на последних минутах но тем временем точку b также уходит из-под контроля красной команды джо с респа поливает на своей рельсе оппонентов не позволяя приблизиться к точке c но афинтефон вырвался такие через этот заслон из трех танков на центре до точки д отправил на респ и зитку и уже один в три просто борется с превосходящими силами соперника но вот стоит отдать ему должное довольно долго стягивал на себя четыре корпуса оппонента что позволило остальным игрокам выдвинуться во фланг в частности хир у нас сейчас на точке b которая под контролем перцев . также отошла и смотри все пять точек сейчас у перцев им остается минута чтобы выиграть этот раунд а я напоминаю что в случае победы красного коллектива раунд закончится досрочно и так последняя минута в воде перни давай ну и кстати надо отметить что это за счет того что немец отделал второй тяжелый корпус и еще twin задел ну и тут особо и сейчас нечего комментировать потому отлично два твинца на карте наводят полнейший твинца порядок хир сливает и зиду в шикарнейшем простреле сверху вниз а . также защищена у нас перцами и появляется и зира стас семёнова наконец-то видимо типичность сочетания титан твинц и зида на центре карты которая просто не позволяет игрокам golden squada подобраться к этой точке сейчас алла пытается в хитрую забрать точку я но у нее это не получится сразу два корпуса обратили на нее внимание и на точке d сейчас также будет испытывать некоторые проблемы golden squad ведь туда уже выдвинулся немец на титане четыре точки под контролем перцев за 25 секунд до конца точку б конечно же удастся до отжать у хиро он там соло пытался отстоять ее но превосходящая сила соперника все-таки бы одержали верх а вот на остальных флангах не так все радужно да джо справится со взятием точки цен но центр полностью под контролем перцев 2316 за две секунды до конца это абсолютно точно победа перцев в третьем края от раунде а это значит что перцы выходят в следующий этап со счетом 3-0 где их уже ждет какое крутое название да и если что это название а не моя безграмотность ну а мы сейчас у